Друзья, привет! С вами компания Руфер, нахожусь на очередном из наших объектов. В данном видеоролике покажу вам, как мы выполняем реконструкцию крыши, какие, собственно, материалы применяем, ну и расскажу детально о данном процессе. Друзья, поднялся на крышу. Вот здесь вот у нас участок, который мы еще не разбирали, не вскрывали. Вот здесь вот есть участок, где ведем уже работы непосредственно. Временно накрываем обязательно тентом. Нужно следить, чтобы на тенте не было никаких отверстий. Если видим, то, соответственно, заклеиваем для того, чтобы не затопить дом. Собственно, вот здесь вот на этом участке хорошо видно, как происходит технологический процесс. Раскатываем специальную пароизоляцию. Это у нас Десотоп. Такая вот пароизоляция, которую можно применять для оборачивания стропил. Вот на этом участке видно. Оборачиваем стропилы для того, чтобы не было нигде воздушных мешков и была механическая фиксация. Нарезаем полоски из арголита и с помощью строительного степлера крепим к стропиле. Далее уже в распор укладываем утеплитель. Применяем мы здесь утеплитель УРСУ. Рулонный. Отрезаем, соответственно, нужный размер. И устанавливаем его непосредственно между стропилами. Снизу, обратите внимание, уже начали мы формировать брусок. Далее у нас пойдет перехлёстный слой. Тут мы изоляцием. Первый перехлёст у нас пойдет по горизонту. И далее мы еще добавим брусок по вертикали. Таким образом у нас получится двойной перехлёстный слой. Общей толщиной 100 мм. И межстропильное утепление 200 мм. Общая теплоизоляция крыш будет 300 мм. Здесь хорошо видно, как происходит процесс работы. Все стыки, соответственно, пароизоляции мы проклеиваем. Таким вот образом делаем герметичную, воздухонепроницаемую конструкцию крыши. Далее, когда мы выполнили все работы по устройству пароизоляции и теплоизоляции, мы уже приступаем к монтажу контур-бруса. Под контур-брус мы применяем вот такую вот уплотнительную ленту. Это у нас Дельта Шау Бенд. Ну и далее устанавливаем контур-брус. Ленту клеим обязательно на пленку. Не на брусок, а именно на пленку. Перекрываем скобы и предотвращаем какую-либо протечку в местах окрепления контур-бруса. Но для этого эта лента здесь и нужна. Далее, поскольку у нас здесь дом, во-первых, не новый, крыши большие, были плотнические здесь ошибки по работе, имеются, в общем, провалы. Как эти нам провалы выровнять? Для этого мы применяем три вот здесь вот точки, такие вот крепления. Два вида саморезов. Это дистанционный саморез, который позволяет нам отрегулировать, отодвинуть, поднять доску на нужную необходимую высоту, чтобы выровнять крышу. И далее используем уже дополнительные саморезы. Головка здесь везде, поторок с полной резьбой. Для того, чтобы мы эту доску дополнительно закрепили, и у нас здесь было основательное крепление, ничего не болталось. Здесь, как видите, ничего не качается. Доска стоит абсолютно жестко. Здесь вот есть один участок, где приходилось поднимать достаточно высоко. Вот так вот выглядит такой способ крепления. Соответственно, здесь дистанционный, которым осуществляем регулировку и поднятие доски на нужную высоту. И вот эти два уже силовых крепления с полной резьбой. И за счет этого у нас абсолютно жестко закреплена доска. И ничего здесь не шатается. Все надежно работает. Такой вот способ интересный. Пленку мы здесь применяем Delta XX Plus Strong. Нравится этот материал в работе. Имеется у него армирование. Поэтому очень прочный материал и очень плотный. Повредить его крайне сложно. В случае, если что-то уронили, оступились, вы ее ни в коем случае не порвете. Также у нас здесь имеются мансардные окна. Вот здесь тоже есть у нас участок крыши с мансардными окнами. Вот так вот у нас эти работы выполнены. Оклад здесь из гидроизоляции мы применяли самодельный. Собственно, нарезали его из такого же материала, который у нас применяется в подкроенном пространстве. Ну и, соответственно, все перехлесты, все примыкания проклеены с помощью Delta Multi-Band. Вот так вот у нас выглядят окна. Сверху окон у нас установлен водоотводящий желоб. Вот здесь его будет проще рассмотреть. Это у нас вот такая вот планка. Была в комплекте с окном. Для чего она нужна? Если какой-то конденсат у нас будет, а он в любом случае здесь будет, он у нас впадает на эту планку. И за счет того, что он желоб этот установили с уклоном, у нас конденсат будет обходить оконный проем. Друзья, изоляционные слои показал в данном видео. Далее мы приступим непосредственно уже к монтажу модульной металлочерепицы от компании Aqua System. И отдельно также покажем, как мы ее монтируем и, соответственно, какие есть нюансы при монтаже данного кроельного материала. Всем пока! До скорых встреч!